В соответствии с программой испытаний новых образцов водородных зарядов, 30 октября 1961 года был произведен взрыв чистой водородной бомбы с тратиловым эквивалентом 50 миллионов тонн. Новый водородный заряд разработан большим коллективом ученых, конструкторов и изготовлен на предприятиях Министерства. Для испытаний заряд был смонтирован в корпусе авиационной бомбы, способной вмещать заряды мощностью 100 миллионов тонн и более. Взрыв намечалось произвести на большой высоте над землей с использованием самолета-носителя. В хвостовой части бомбы предусмотрено место для установки парашютного устройства. Для транспортировки в собранном виде изделие было помещено в особый железнодорожный вагон. Стенки и крыши вагона разборные. При следовании поезда были приняты все необходимые меры безопасности. На железнодорожной станции аэродрома хорошо оборудованная погруза-разблюдачная площадка. Все расблюдачные операции производились по намеченному заранее регламенту. После завершения разборки вагона к железнодорожному составу подан автомобильный поезд. Изделие было перегружено на автоприцепт для дальнейшей транспортировки. Проверка и подготовка изделия к испытанию производилась в специальном здании. Здесь детальному и строгому техническому контролю был подвергнут каждый узел изделия, каждый элемент его автоматики. В момент срабатывания заряд, снова погрузка на автоприцепт. Бомба подготовлена для вывода на подвеску. Одновременно с подготовкой изделия производилась подготовка тяжелого бомбардировщика дальнего действия Ту-95, способного нести бомбу весом 26 тонн. Весь корпус самолета и даже лопасти его винтов окрашивали с особой защитной краской, предохраняющей от светового действия взрыва. Для определения теплового и ударного импульсов на самолет устанавливаются измерительные приборы. Специально оборудованный самолет-лаборатория брошен сопровождать самолет-носитель. На борту этого самолета были размещены приемная радиотелеметрическая аппаратура. Средством сообщений между площадкой Т-8 и опытным полем служили военные корабли. Оперативные переброски производились на вертолете. Площадка для сброса бомбы была выбрана в той части Новой Земли, где характер местности создавал наилучшие условия безопасности взрыва. Это число самой разнообразной аппаратуры для регистрации и измерения параметров взрыва. В 17-20 километрах от центра площадки в наземных металлических сооружениях устанавливались фотокамеры. Перосъемочная и регистрирующая аппаратура. На расстоянии двух километров в подземных сооружениях была размещена аппаратура, фиксирующая процесс развития ядерного взрыва. Управление аппаратурой, установленной в сооружениях опытного поля, производилось автоматически по радио. Радиосигналы поступали с площадки Д-8, где в подземном сооружении находился командный пункт службы автоматики поля. Здесь был установлен программный автомат, выдающий команды на поле в нужной последовательности. Как же проходил основной этап испытания? Подготовка опытного поля закончена. Производится полная эвакуация личного состава и кораблей в безопасный урон. Опасный район покидают последние суда. Принято решение подвесить безделье к самолёту-носителю. Подвеска бомбы такого размера и веса не совсем обычная и белая. Но на аэродроме к этому хорошо подготовились. Производится осмотр изделия. Особенно тщательно проверяется укладка парашютной системы. От надежности ее работы зависит безопасность экипажа самолета-носителя. Для подвески бомбы созданы специальные подъемные устройства. Подъем изделия к самолету идет плавно и равномерно. Размеры бомбы не позволяют разместить ее в бомболюке самолета. Поэтому она закрепляется с оружием под фюзеляжем. Заседание Государственной комиссии по проведению испытаний. Производится оценка общей обстановки, складывающейся в районе испытания к назначенному древнюю взрыва. Окончательно уточняется трасса и условия полета самолета-носителя. Последний инструктаж экипажей. Командный пункт аэродрома. Приближается время старта. Разрешен запуск моторов. Заработали штурмонтовые двигатели. Взлет разрешен. Следом за носителем в воздух поднимается самолет в лаборатории. Самолет-носитель с подвешенной к нему особо мощной водородной бомбой набирает высоту. За ним ведется неослабное наблюдение из различных пунктов на земле. С экипажем поддерживается непрерывная двусторонняя связь. Десятки локационных станций противовоздушной обороны следят за общей обстановкой в воздухе. Высота 10500 метров. Экипаж самолета-носителя отлично подготовлен к выполнению ответственного боевого задания. На параллельном курсе самолет-лаборатория. Точно следуя намеченным курсом, самолеты приближаются к новой земле. Теперь управление полетом и связь с самолетами передается командному пункту полигона. Носитель вышел на боевой курс. Цель видна. Управление сбросом бомбы переводится на автоматику. Сигнал сброс. На Д-8 включается программный автомат аппаратуры опытного поля. Сброс. Экипаж одевает защитные очки. Программный автомат принял сигнал сброс и выдает команды запуска аппаратуры опытного поля. Точно по расчету работала парашютная система. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4 тысячи метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышкой последующей свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до тысячи километров. Осталось mettre в 3 секунду. Продолжение следует...